С особым чувством ждут Рождества миллионы православных на Украине. Там этот праздник всегда отмечали особенно широко. Вспомнить хотя бы произведение Гоголя, хорошо знакомый с народными традициями. Он очень подробно описывал и калятки, и само Рождество как раз на Украине. Происходящие сегодня в Стамбуле и нападки на каноническую церковь со стороны политиков вряд ли смогут омрачить праздник верующим, но, конечно, все это вызывает чувство тревоги. Для нас с вами, дорогие братья и сестры, этот год является годом испытаний, но мы не должны отчаиваться. Мы с вами должны в этой темноте суеты и греховности увидеть каноническую и соборную апостольскую церковь, не обращая ни на какие стихи и бури, которые совершаются в Украине, а найти спасительным путем к тихой пристани Царства Небесного. Тем временем стало известно о новых провокациях, в Запрещенный в России правый сектор призывает своих сторонников устроить акцию Кафедрального собора Канонической церкви в Чернигове, а жители города убеждают оказывать давление на верующих, чтобы они переходили в раскол. Сама Раскольническая церковь сегодня официально должна получить томос от Константинопольского патриарха. Правда, даже среди тех, кто выступал за автокефалию, много вопросов. А автокефалия ли это вообще? Ни о какой настоящей самостоятельности там речи не идет? Подчиняться Раскольники будут патриарху Варфоломею. Все важные вопросы будут решаться только в Стамбуле. Еще вопрос, будут ли теперь Раскольники отмечать Рождество 7 января. Ведь у Константинопольского патриарха так праздник по западному канону 25 декабря.